Висать вперёд, висать вперёд, назад. Ну, видно? Мы их уже сегодня листали. Мы листали уже сейчас их назад и вперёд. Мы уже сейчас репетировали. Мы сегодня очень перенервничали, готовились, старались. Ну, тогда поехали. Всем привет, всем доброе утро. Меня зовут Любовь Бутяйкина. Сегодня у нас будет небольшая быстренькая планёрочка. Сегодня я расскажу про вообще, что такое рекрутинг, зачем и как нам, что нам с этим делать. И вообще, что мы здесь все делаем, зачем мы сюда пришли. Выступать мы сегодня будем вдвоём. После меня будет Ксения Пархоменко, у неё будет дебют. Очень рада будем её услышать. Так вот, буду кратко, буду быстренько, чтобы у всех осталось времени именно на этот драгоценный рекрутинг. Скажу одно, все методы хороши. Можно рекрутировать во всех соцсетях, можно как по-тёплому, по-холодному. Но все способы, которые вы знаете, потому что, да, уже здесь, я думаю, не только новичков, кстати, таких, которые сегодня первый день, естественно, нет. Уже представление имеете, что такое рекрутинг, что можно в Инстаграме, в Контактах, в Одноклассниках. Есть также и на досах объявлениях можно работать. Методов много. Работают они все. Это 100%. Самое главное, надо работать. Должна быть чёткая система. Чтобы добиться результата, надо точно и чётко знать, что ты хочешь достигнуть и как. Каждый день надо делать одни и те же действия, которые ведут именно тебя к успеху. Нужен именно быть чёткий план этих действий. Прописать на бумаге, чтобы не просто он был у тебя в голове, да, согласны со мной, а чтобы это уже было прописано. Зачем ты пишешь эти действия, зачем ты их выполняешь, для чего? Чтобы была именно идея, чтобы был смысл, к чему мы все идём, зачем и почему. Естественно, после того, как мы прописали себе, составили план, да, мы его выполняем, либо где-то не выполняем, что-то у нас получается, что-то у нас не получается. Естественно, в итоге надо всё анализировать. Анализ должен быть как в конце дня, как в конце недели, потому что план должен у нас на неделю. Естественно, анализ должен быть и в конце каталога, по завершении, по закрытии, потому что и план у нас должен быть и на каталог в том числе. Только с планированием, только с анализом чётких действий своих, когда мы будем анализировать, что мы сделали хорошо, что мы сделали плохо, и почему у нас такой результат, почему мы хотели одно, а получили совсем другое, не так, как мы хотели, почему у нас нет столько регистрации, почему у нас не увеличился товарооборот. Выясняем эти причины, это выясняем только мы, каждый работает сам над собой. Согласны? Я начала траторить, как обычно. Только сам собой, сам себе начальник, и только ты можешь решить, что ты сделал не так, и что ты должен сделать другое, чтобы результат был тот, который именно хочешь ты. Как ты должен прийти к этой цели? Только сам ты можешь над собой контролировать, и никто, никто не придет, и тебя не накажет за то, что ты сегодня не рекрутировал. Никто не придет и не похвалит тебя за то, что ты сегодня, наоборот, много рекрутировал, за то, что сделал или не сделал. Это будет только, видно вам, ваш результат, именно то, к чему вы стремитесь, получите ли вы ожидаемое или не получите. Где вы будете через неделю, через месяц, через год, какая будет у вас жизнь. Пока вы сами не начнете работать, никто за вас работать не будет. Ситевой маркетинг – это такая штука, такая вещь, здесь нет такого начальника, и никто тебя не будет проверять и дергать, ты сам себя контролируешь. Распорядок дня надо делать обязательно. Обязательно надо выделять время на работу, на рекрутинг, на обучение. Сколько минут в день я буду обучаться, сколько минут в день я буду посвящать узнаванию новой информации. Обязательно сколько дней я буду делиться информацией, то, чем я узнала, что я нового узнала. Обязательно это надо рассказывать людям. Узнал сам, поделись с другом. Обязательно в распорядке дня должно быть стоять, сколько времени я буду уделять семье, сколько мужу, сколько детям, потому что жена, мама, муж, дети. Все это должно быть в распорядке дня написано. Тогда вы будете видеть, где у вас есть свободное время, где вы можете поднажать, что вы можете улучшить, что вы можете добавить. В конце дня, естественно, когда у вас будет в планах отмечены ваши все запланированные дела, да, и галочка отмечена, что вы сделали, что вы нет, в конце дня очень легко это проанализировать. На бумажечке это все видно. Что вы сегодня делали? Смотрели мультики с ребенком лежа, да, и ничего в это время не делали? Или вы в это время себе с телефоном в руках рекрутировали в соцсетях, да, что-то вы писали кому-то, с кем-то вы общались, отрабатывали. Или вы в это время могли прослушать какую-то аудиокнигу. Я, например, всегда, когда мою посуду, если я уверена, да, что у меня ребенок с мужем, что ничего они там, дети, не натворят, я включаю наушники, я слушаю аудиокниги. Когда мою посуду, когда я гуляю с ребенком на улице, обязательно с наушниками, с телефоном, обязательно должна проследить, чтобы у меня телефон был всегда заряжен, обязательно. Чтобы это время не просто там тук провести, ну, подышал свежим воздухом, ребенок спал в коляске, красота. Нет, в это время можно и обучаться, и рекрутировать, можно делать обзвоны, можно напомнить своим старым знакомым о себе, да что угодно можно делать. Самое главное, это должны быть четкие действия, распланировать. И тогда будет успех, и обязательно должен быть анализ, я повторюсь. Вот, мой любимый метод – это теплый. Преимущество теплых контактов. Люди нам доверяют. Доверие – это уже хорошо. Спасибо. Индивидуальный подход к каждому. Я знаю человека, даже если я его знаю как-то косвенно, я знаю, как к нему подойти. Я могу заранее придумать это приглашение. Кому-то я могу подойти, там, запросто сказать, да, если я своей подружке написала, позвонила, я имею в виду подойти, да. Как это, ну, подкатить со своим предложением. Ой, ты знаешь, я там такой узнала, ну, что ты сидишь там, ну, задницу просиживаешь на стуле, да. Пойдем ко мне сейчас такую, приходи ко мне чай попьем, я сейчас такую, вечер скажу такую бомбу. Я говорю, я придумала, чем мы будем заниматься. Кому-то я могу так сказать. Естественно, кому-то я не могу сказать так. Кому-то надо подойти культурно, с этикетом, и все в этом роде, вы меня понимаете, да. Кому-то я не скажу запросто, как своей подружке. Поэтому теплый мед хорош тем, что я знаю, как к человеку заранее подойти. Мне, например, сложно вот по-холодому общаться, там, в соцсетях кому-то написать. Я не знаю человека, как я ему напишу. Естественно, сему это можно научиться. И, повторюсь, работает метод каждый. Просто каждый выбирает для себя, что ему наиболее комфортно, что ему наиболее удобно. Отказ. Отказ будет всегда, что от теплых, что от холодных, обязательно будут. Но я придерживаюсь того метода, что я своим знакомым пусть расскажу всем, пусть лучше мне скажут «нет», чем кому-то «да». И самое главное, я заявила о себе. Человек знает, что я в Reflame, что я здесь не просто так бегаю с каталогами, что я занимаюсь бизнесом, что у меня уже своя команда, команда растет. И человек уже будет за мной наблюдать. Человек уже будет смотреть. Ага, что она там мне наговорила, позвала меня сама, что у нее в итоге получается? Понаблюдав, естественно, человек потом может согласиться, может также прийти, может сам написать. Естественно, когда работаешь по-теплому, есть такая фишка, нельзя надолго забывать человека. Если ты ему предложил один раз, напомни, через два месяца, может быть, может быть, через три недели, смотря, как вы общаетесь с этим человеком, напомните, может быть, он уже созрел. Потому что если не пригласить его вы, тогда его пригласит кто-нибудь другой. Например, я тогда его приглашу, и этот человек будет в моей команде. Естественно, когда уже приходят люди же по знакомству, у нас общие знакомые, и даже бывает такое, я смотрю на человека, ну как я ей предложу? Да, я ее знаю, да, это там жена моего сотрудника. Ну вроде бы где-то мы общались, с ней пересекались. Но она такая фифа деловая, как это я к ней подойду и там что-то предложу? Да и вообще будет ли она этим заниматься? Она сейчас скажет, что это ерунда, там, и сама себе, в общем-то, я на выдумываю. В итоге я постеснялась ее пригласить. Ну и что? Через неделю я вижу ее, она точно так же приходит за заказом, у нас одно из ПО, и значит, ее кто-то пригласил, значит, кто-то ее не постеснялся, а человеку-то, оказывается, это было очень даже интересно, важно. И потом, чтобы не сидеть, не думать, не обижаться на себя, что я должна была ее пригласить, приглашайте всех, приглашайте каждого. Говорите, заявите всем, что вы занимаетесь бизнесом и что вы ищете именно деловых бизнес-партнеров. Рекрутинг по рекомендациям знакомых тоже очень такая хорошая вещь. Предлагаешь знакомому, ну, отказывать нет, ну, не хочешь, ну, не мое, ну, не сейчас я, не буду я этим сейчас заниматься, много всяких возражений. Естественно, есть отличная книжка Бухтиярова о работе со возражениями, когда вы ее прочитаете, обязательно прочитайте эту книжку, и когда вы начнете применять это на практике, когда вы отработаете все эти возражения, да, например, с конкретным знакомым, который говорит, нет, я не хочу, естественно, вы ему можете задать вопрос. А порекомендуй мне кого-нибудь там со своих знакомых, кому я могу предложить, кому будет интересно мое предложение. По-холодному, сами понимаете, так не скажешь, да, если ты, конечно, общаешься с человеком, как-то это будет уже не очень выглядеть, и посоветуй тогда мне кого-нибудь, кому еще можно там предложить. Вот. Поэтому, когда идешь по-теплому, этот рекомендации знакомых очень даже действуют. Естественно, у вас есть список знакомых, да, если вы уже пошли по-теплому, его надо создавать обязательно. И неважно, сколько друзей у вас в соцсетях, как обычно мне отвечают. Да, у меня там в одноклассниках, у меня там 250 друзей, вот мой список знакомых. Нет, это не то. Нет, список знакомых должен быть на листочке. Даже на сайте компании Арифлейм есть образец, как составить список знакомых. Есть табличка, обязательно посмотрите. Вот. По-теплому. Если вы идете по-теплому, это очень высокая эффективность. Потому что люди нам доверяют, они к нам прислушиваются. И, естественно, если я предложу 10 людей своих знакомых, будет результат больше и выше, чем я предложу 10 людей по-холодному. Будь то вдруг вокруг или по-инстаграму. По-теплому это всегда выше результат. И быстрая адаптация. Что это такое? Если мы человека приглашаем по-холодному рынку, все равно должно время пройти, чтобы нам с ним познакомиться. Он должен стать нашим теплым. Мы должны с ним в такие доверительные отношения вступить. Все равно ближе познакомиться, почаще общаться, побольше, чтобы он смог адаптироваться в наших чатах. Больше новичку надо помогать. Естественно, когда приходит моя подруга, моя знакомая, даже человек по-теплому, уже как-то проще. Я могу сказать, что в чат тебя добавила, все, общайся, задавай вопросы. Если что-то, пиши мне в личку или как. Если меня нет на связи, пиши в чатах. Если холодный рынок приходит, но все равно новички стесняются, пока у них пройдет время адаптации, конечно, будет тоже результат. И очень много у нас, кто приходит с любого метода, человек может начать работать. Следующий слайд. Сейчас быстренько расскажу. Способы рекрутинга на теплом. Что я делаю? Как я это использую? Живые встречи. Обязательно. Живые встречи, где у меня происходят? Везде, где я бываю. Если я гуляю с ребенком на улице, на лавочке, там приходят также гулять другие мамочки. Естественно, у нас происходит живая встреча. Начинаем общаться. Показываю и каталоги, также показываю. Но обязательно приглашаю на бизнес. Если человеку это не интересно, просто предлагаю пользоваться нашей продукцией. Обязательно рассказываю. Если мне что-то понравилось из каталога, я обязательно об этом говорю. Даже такой простой пример. Есть у нас шампунь серии Элио. Он в каталоге порядка 400 рублей стоит. Дорого. Приходит, например, ко мне подружка, я ей рассказываю, шампунь классный. Раньше бы я никогда за такие деньги себе не позволила купить этот шампунь. Тем более, я сейчас в декрете. Я говорю, классный шампунь, обалденный. Она говорит, давай, может быть, попробуй, сколько стоит. Я говорю, 350 рублей в каталоге стоит. Нет, и что это очень дорого. Что я делаю? Я дала ей попробовать свой шампунь. Ну, не жалко, сколько она там его использует. Не жалко. После этого она ко мне приходит и говорит, скажи мне такой. Да, поняли? Что я хочу сказать? Рекомендации, живые встречи, вот это вот, это все работает. И если даже попробовать всю человеку, это вообще, естественно, она попробовала, ей понравилось. Она говорит, ты подумаешь, 350 рублей. Его так надолго хватает, я его все равно возьму. Звонок другу. Очень хороший способ. Звоню, когда есть свободная минутка, звоню, обзваниваю подругам. Не обязательно, что я звоню и сразу говорю в лоб, пошли за мной в рефлей, сейчас нам будем бизнесом заниматься. Нет, не обязательно. Хотя бы просто о себе напомнить, узнать, как дела, чем занимаются. Что ты делаешь, там, а я в декрете. А ты когда на работу собираешься выходить, да я вообще не собираюсь туда выходить, зачем я и дом неплохо зарабатываю. И постепенно завязывается разговор. Очень здорово. Начинают люди интересоваться, чем ты занимаешься. Кто-то сразу соглашается, давай я с тобой попробую. Кто-то чуть попозже приходит. Но звонок другу тоже действует. Интернет, соцсети, тоже очень здорово. В Одноклассниках, ВКонтактах. Так сказать, что я прям сижу и рекрутирую ВКонтактах или ВОДНОКЛАССНИКАХ, нет. Я общаюсь со всеми теплыми знакомыми. Ставлю лайки, пишу комментарии к фотографиям, загружаю обязательно работу с личным брендом, загружаю свои фотографии на страничке. У меня получается есть страничка, например, одна в Одноклассниках, одна в ВКонтакте, одна в Инстаграме. Сейчас также планирую освоить и Фейсбук, и вообще, чтобы у меня во всех сетях была моя одна страничка. Как брендировать странички, есть отдельный вебинар. Обязательно посмотрите, обязательно его изучите и применяйте на практике. Также очень здорово сейчас работать можно с Вайбером, с Телеграмом, с Ватсабом. Можно создавать группы. Мне очень нравится, когда меня в Вайбер добавляют в другие группы. На разные темы. Есть группа для мамочек, есть по рукоделию, есть просто пообщаться. Как это работает, в чем мне это нравится. Смотрите, у меня примерно знакомых, но уже в списке точно больше 300 есть, потому что, когда я начинала список знакомых составлять, ну, 10-15 человек, не больше, кого я туда еще напишу. Оказывается, если вспоминать, вспоминать, можно писать туда кого угодно. Всех, с кем мы учились, с кем мы ходили в садик, сходили в школу, в техникум, в институте, где мы учились, с кем мы когда-то где-то работали. Обязательно можно, ну, нужно даже писать их. Но многие спрашивают, зачем писать, если я не знаю номер телефона их, у меня нет их контактов, да, и как я могу найти номер телефона человека, с которым я когда-то училась и больше никогда не общалась. Ничего подобного. Для чего нужны как раз эти мне группы в Вайбере? Меня добавили, я начинаю листаться. Там же и фотографии есть. Да, в Вайбере, каждый загружает фотографии, подписан. Ага, я смотрю, Маша, мы с ней когда-то учились, но больше не общались. Я ее добавляю к себе в контакт, и у меня ее номер есть. Я ей могу написать, могу позвонить. Я из группы этих беру, там мне одноклассница куда-то добавила, оказывается, у нее есть там пять других одноклассников. Обязательно я их себе добавляю. И кому-то могу позвонить, кому-то только написать. Но опять же, это уже повод завести переписку, разговор, общение. Это даже не то, что с целью, чтобы их зарекрутировать. Это вообще просто интересно. Общаться с людьми, это очень интересно и очень полезно. Не обязательно, что я с ней буду только про бизнес говорить. Нет. Это очень здорово и без бизнеса. помощница моя уже уснула у меня на руках. Время у нас такое с ней спать, укладывать. Так, на этом моменте все понятно вроде бы, да? Если есть вопросы, пишите. А вот такой в конце, прямо в самом, прямо сегодня за 5 минут до презентации добавила такой слайдик, решила. Меня очень многие слышат, часто слышат. Я испортил весь свой теплый рынок. Как это, да? Это что, я пошла и сразу всем заявила. Я работаю в Reflame, приходите со мной, все, люди теперь уже пугаются, шугаются, потому что все-таки тараканы в голове остались, есть такие пунктики. и все, они за мной не пойдут, потому что они знают, что я в Reflame. Нет, это наши отношения. Вернуться на теплый можно всегда. Нужно вернуться на теплый всегда. По теплому можно ходить и второй, и третий, и пятый круг, да сколько угодно. Это мы думаем, что мы их испортили. Нет. В этом моменте я советую вернуть просто себе уверенность, посмотреть какую-то мотивацию. Перечитайте Сергея Даде. Кто читал Сергея Даде «Бизнес-трафарет». Если не читали, обязательно прочитайте. Если вы читали давно, то обязательно его перечитайте. Кстати, Сергей Даде есть в аудиозаписи, обязательно это можно послушать. Долго времени это не займет. Его слушать можно в дороге, в поездке, да где угодно. Там как раз про то, что как идти на теплый, как с ним работать, да, правильно. И вот этот метод это именно, как сказать, советование, да, рекомендации, метрекомендации. Очень здорово. Там приводится пример, мне очень нравится, что если мы посмотрели хороший фильм в кинотеатре и рассказываем своим друзьям и подругам, какой был классный фильм, там так здорово, нам так понравилось. Вообще, в кинотеатре супер, там и пицца дешевле, там попкорн чуть ли не даром. Куда пойдут наши люди смотреть фильм? Наши знакомые, которым мы рассказали так красочно об этом фильме, естественно, они с кем поделились, да, своими впечатлениями. Естественно, они пойдут в этот же кинотеатр и посмотрят этот же фильм. И так и у нас в бизнесе. Если мы, чем больше мы будем рассказывать о своих впечатлениях, о том, что нам здесь нравится, что здесь нам, ну, бывает, может быть, что-то здесь и не нравится, можно все обсудить. Люди будут прислушиваться к нам и будут идти за нами. Очень многие боятся писать своим знакомым, потому что такие, а что они подумают обо мне? Тоже всегда отвечают. И когда последний раз в встрече с человеком переписывался или общался там? Да вот, когда в школе там учились, в институте 5 или 10 лет назад. Он 5 лет о тебе ничего не думал, этот человек, а ты теперь боишься, что он о тебе подумает? Да напиши, пусть он хоть что-то тебе подумает, пусть он вспомнит о том, что ты есть. Вы просто можете не только про бизнес разговаривать, а вспомнить о школьные годы и вообще постепенно перейти к делу, и к тому вообще, о чем мы здесь собрались, и к бизнесу, как мы его строим, зачем мы его строим. Это наши мечты, которые мы будем воплощать в жизни. Обязательно у нас все получится. Самое главное, надо найти свой метод, кому удобно, кому какой удобный, кому-то удобно в инстаграм, тоже очень классный метод, особенно когда студенты. В инстаграме можно ставить лайки, подписки, и будет от этого результат. Самое главное, делать определенное количество действий, которые приведут тебя к успеху. И главное, должна быть система, чтобы делать это каждый день. И только тогда получится у вас успех. Дерзай, действуй, достигай, все будет хорошо, я в это верю. А сейчас хочу представить девочку из нашей команды, которая пришла по-теплому. Это получается теплое моего теплого. Я пригласила свою подругу, подруга пригласила свою подругу, а та пригласила свою сестру. И так у нас получилось в команде очень даже золотой ключ Ксения Пархоменко. Попкорн. Давно я попкорн не покупала. Ксения Пархоменко, сейчас я попробую тебя переключить. Эти руку мне надо освободить. Она поделится своим успехом, зачем и что и как она делает. Ксюша, бери микрофон. Нажимаю везде разрешить. Все. Итак, поехали. Кто меня не знает, меня зовут Ксения Пархоменко. Да, плюсики поставьте, как меня слышно. Все окей, я надеюсь, у всех. Люба, все, назад на первый слайд верни, пожалуйста. Это уже второй слайд. Ага, все. Значит, представлюсь еще раз меня зовут Ксения Пархоменко. Как Люба уже сказала, да, я пришла по теплому рынку. Меня пригласила моя родная сестра. И это дело было у нас в августе 2016 года. Она мне, ну я так, предысторию расскажу, она мне как было, дело, да, у нас, как она меня пригласила. Она мне просто позвонила и говорит, слушай, давай я тебя в Reflame зарегистрирую. Я вообще обалдела. Думаю, блин, ну какой Reflame, ну зачем он мне нужен? Это с каталогом. Ну, знаете, я думаю, это у всех было. Сталкивались, да, с таким моментом старый стереотип, что это с каталогами нужно ходить, во все двери и так далее. Поставьте пятерочки, кто вот так думал до прихода в проект. Не слышно? Ага, Оля, все, теперь вижу обратную связь. Спасибо. Вот. И, значит, вот этот стереотип, он так и был. Но потом, значит, после регистрации уже компании я посмотрела видео, там просто в YouTube зашла и нашла какое-то видео заработок с Reflame. Я не помню, кого я первым посмотрела, но мне кажется, я увидела первую презентацию романа Крафта. Честно, я сначала вообще не поняла, в чем дело, что нужно делать. Ну, как бы так, отрывками, потому что, ну, все-таки сложновато было мне перестроить свои мозги, да, как бы, ну, понять, в чем суть работы такой через интернет, и при том удаленной. Значит, потом мне позвонилась, точнее, мне позвонила Аня Караева. Аня, привет! Вот. Она мне рассказала все более подробно, понятным языком для меня, да, ну, то есть на таком уровне, что для меня, конечно, все это, все для меня, как бы, стало понятно. Я стала в этом еще больше разбираться. Значит, в конкретном работу я включилась уже в сентябре месяце 2016 года. То есть, я стала делать, ну, естественно, активировала кабинет свой, и уже, ну, с того времени, в принципе, я постоянно в премьер-клубе нахожусь, да, то есть я свой личный товарооборот выполняю, стараюсь выполнять. Как я его выполняю, я туда подальше расскажу, ближе к концу, скажем так, своей презентации. Люба, пожалуйста, следующий слайд. Вот, собственно говоря, для чего я пришла в проект. Чуть-чуть назад, то есть я в проект пришла, естественно, для самореализации. Я пришла для улучшения своих материальных, да, возможностей. В принципе, я думаю, очень большое количество людей, которые здесь присутствуют, ну, и вообще в проект приходят именно для этих целей. Ну, то есть, здесь мои основные, скажем так, моменты. Ну, видите, мою семью, мой супруг и мой ребенок, собственно говоря, ради, ну, это, скажем так, пока он у меня один, но, как бы, ради него я вот, в принципе, и делаю какие-то движения, то есть не сижу на месте в декрете, стараюсь чем-то заниматься. Хотя до Арифлейма я пыталась заниматься со всеми местными закупками, но, к сожалению, это очень огромное количество времени отнимает, потому что это нужно наполнять альбомы, приглашать людей, группы, знакомых и так далее. И, в принципе, все это на моих плечах, то есть доставка и так далее, да, там, оплата всех счетов. В принципе, вот в этом Арифлейма выигрывает, то есть в этом его большой плюс, то, что компания все делает за нас. Единственное, что мы, конечно, должны выполнять три правила, три правила П, которые, я думаю, все знают. и, скажем так, вот эти основные мечты, они, скажем так, есть моя мотивация, то есть это приобретение машины, жилья и, естественно, путешествия, потому что, ну, мне очень нравится, я обожаю ездить на машины, там, на море, вот мы ездили два года подряд, скажем так, ну, то есть до беременности, скажем так, вот, и, ну, и вообще, то есть у нас родственники по всей России, мы постоянно куда-то ездим, как бы, и хотелось, естественно, не только в Россию, но и за рубеж съездить и посмотреть. И еще, так скажем, мотивация, которая меня подстегивает, это, естественно, ответственность, скажем так, перед теми людьми, которых я приглашаю в проект. Очень желаю, чтобы у всех моих партнеров, которые в моей команде, да, и которые выше меня, конечно, у моих спонсоров, чтобы у нас все мечты и все наши желания воплотились, то есть мы реализовались как личности, чтобы мы доказали не только окружающим, да, что здесь можно заработать, но и в первую очередь своим близким, знакомым, да, которые в это не верят. Ну, потому что компания уже себя зарекомендовала достаточно хорошо, и вот буквально вчера я ездила с каталогом на свою работу, да, и уже просто заикнулась о том, что я вот Арифлейн, там, вот каталог, там, ну, как бы, да, ну, я подальше еще расскажу, вот, но суть в том, что уже многие люди достаточно в возрасте уже знают, что Арифлейн представляет себя как компания сетевая, что в ней, ну, достаточно основная, да, там, так скажем, где можно зарабатывать деньги, удаленно при том. Вот, и, собственно говоря, вот у меня есть, вот, скажем так, две мотивации, которые, в принципе, на слайде показаны. Люка, давай, пожалуйста, следующий слайд, но последний. я так быстренько о себе рассказала, вот, что я хочу пожелать нашим партнерам, да, и вообще всем новичкам, и людям, кто, может быть, посмотрит эту планерку, если есть мечта, беги к ней, не получается, иди к ней, не получается, ползи к ней, не можешь, шляка лежит в направлении мечты, вот это самое главное, и никогда не позволяйте своим мечтам оставаться просто мечтами. Берите и делайте, потому что кроме вас в этой жизни никто ничего не сделает, никому вы не нужны, кроме самих себя. Даже, ну, мои близкие тоже с опаской относятся к Reflame, хотя очень хорошо пользуются ей и данной косметикой. Собственно говоря, я вот, ну, скажем так, в своей семье и делаю ЛТО, то есть помимо своих знакомых, вот друзей и подруг, которых я стараюсь, в принципе перевести в команду, рассказать им о возможностях, я еще и в своей семье выполняю с ними ЛТО свой, личный товарооборот, то есть я подключаю всех своих знакомых, родных и близких. Естественно, я им делаю скидку, то есть я все заказываю по дистрибьюторской цене, ну, на своих я не зарабатываю, да, вот на работу я носила каталог или там раздаю где-то каталог, ну, более, скажем так, холодному рынку, то да, им я скидку не делаю, но при этом я всегда делаю очень хороший подарок, полноценный там какой-то продукт, например. Собственно, вам чего желаю, да, всем присутствуем, спасибо, что вы меня послушали, надеюсь, было приятно меня послушать, надеюсь, еще мы увидимся, и, конечно же, очень хочу со всеми, с большим количеством людей, которые, ну, в том числе, по возможности, в Саратов, может быть, будут приезжать, будем встречаться в бизнес-центре и общаться вживую и опытом, потому что это очень мотивирует, энергетика бешеная, вот кто присутствовал, да, на прошлую субботу, не дадут соврать, потому что, ну, это вообще просто мега подъем, я даже, несмотря на то, что я немножко приболела, но я реально пошла просто зарядиться энергией, потому что, ну, то есть мы получаем не только какой-то опыт, да, от Лили, от Миши, вот, от других, да, наших партнеров, скажем так, но мы и сами чему-то учимся, показываем себя, и, то есть уже потом дальше не становится так страшно, как-то с чужими людьми знакомиться, общаться и так далее. Всем спасибо большое, всем удачи, желаю вам помега.